Как же проснуться ранним утром? Сейчас расскажу. Всем привет, меня зовут Анелли Асхар. И я тот человек, который был всю жизнь стопроцентно убежден в том, что я сова. Детский сад, школа, университет, работа в найме. Слава богу, сейчас я в найме не работаю. Это то, что меня принуждало всегда подниматься в 6 или в 7 часов утра. Но мне самой сложно. И буквально год тому назад ко мне в медитацию пришло то, чтобы заработать свой миллиард, которым я иду, нужно буквально в течение 30 дней утром и вечером медитировать, самопрограммировать и делать все свои практики. Я это делаю в жизни, но у меня постоянно срывы. Срывы происходят на 5, 7, 10, 15 день. Дальше я не дошла. И буквально 3 дня тому назад я начала просыпаться ранним утром. И я хочу вам рассказать, как у меня это получилось. Первое, что я делаю вечером, это намерение. Ставлю намерение. Раньше как я делала? Ложилась в 2 часа ночи и думаю, я же не проснусь утром. Я же буду разбитая. Я не высплюсь. Я себя убеждала в этом. Утром я просыпалась просто разбитая. И в этот раз я поставила намерение, что проснусь очень легко. У меня получится. Я буду бодрой. Я высплюсь. И меня шокировало то, что у меня получилось проснуться. Второе. Когда ты ставишь будильник, постоянно его откладываешь. Бессознательно. Ты даже не помнишь, как ты отключила этот чертов будильник. В итоге я беру будильник, убираю в другую комнату, чтобы встать. Сейчас оцифруйте. Примерно, когда вы просыпаетесь утром, на сколько баллов ваша мотивация встать и что-то сделать. От 1 до 10. Например, чаще всего человек, который не любит просыпаться рано утром, он только начинает открывать глаза, а у него мотивация буквально на единичку или на двойку. Он такой, да, и спать ложиться дальше, как я примерно. Вечером ты такой замотивированный, да, что вот, и сейчас утром встану, все, жизнь поменяю. Ни хрена, не меняется, потому что утро мотивации 1 балл, и ты дальше продолжаешь спать. И вот это намерение, что я высплюсь и что я обязательно проснусь, у меня все получится, сыграло роль, которую я не ожидала. Я открываю глаза, и у меня какая-то даже бодрость в теле, я такая, вау, что это, Анель, что с тобой, что с тобой? И мне это помогло. Что может вам помочь? Вы можете убрать свой будильник в другую комнату, чтобы встать, походить, да, и уже мотивация повысится до 2 до 3, но мне этого не нужно было, я и так проснулась. Дальше вы можете идти чистить зубы, в этом случае у вас точно будет твердая четверка или пятерка. После чистки зубов вы можете попить воды, все, вы проснулись, поздравляю, потому что мотивация повышается до 6-7, а семерка это уже that's ok. Вот, я учу английский, table pencil, в общем, я учу сейчас английский, очень хочу разговаривать на английском свободно, потому что часто путешествую, каждый месяц, и я понимаю, боже мой, как я хочу говорить на нем со всеми представителями мира, в общем, стран всяких разных. Так вот, дальше, почистили зубы, попили водички, все, мы можем спокойно садиться и работать, попробуйте. Сейчас я запустила челлендж у себя в инстаграм, сегодня первый день, кстати, я уже 3 дня так просыпаюсь, и я думала, а что бы меня смотивировало, и я точно бы просыпалась утром. Я объявила ребятам в инсте, что дам 1 миллион 111 тысяч тому, кто увидит, что я хоть один день не проснулась утром, не доказала это в сториз со временем инстаграма, потому что время инстаграм, когда ты выкладываешь сториз, оно не обманет никогда, и я сказала, ребят, в общем, лям дарю, и если вы поймаете меня, я такая, ну, вау, прикольно, все, давай, и в итоге моя аудитория присоединяется ко мне к этому челленджу, и мы сейчас в телеграм-канале общаемся, сегодня первый день, девчонки сидели, кто в 5 утра просыпался, кто в 6 утра, но кто-то говорит, что нужно, ну, типа, я в 7 и так просыпаюсь, я могу вставать в 7, девчонки так не работают, почему, потому что мы все мамы, и у нас мы готовим детей в школу, готовим детей в сад, то есть мы же это время не себе уделяем, а нам нужно полтора или два часа до того момента, пока все дома проснутся, потому что это как раз-таки влияет на то, что мы совершим квантовый скачок, стопроцентно, я вам обещаю, если вы 30 дней будете медитировать, рано просыпаться, именно ранним утром медитировать, писать самопрограммирование и все остальные практики, о них я сейчас расскажу, невозможно, чтобы у вас не произошел квантовый скачок, ваше мышление оно точно поменяется, вы никогда не станете прежним, и в итоге аудитория меня поддержала, и мы начали этот челлендж сегодня, я себя обнулила и с огромной моей аудиторией начала делать, просыпаться ранним утром сегодня еще и медитировать, в итоге это просто вау, я не знаю, вы чувствуете по моему состоянию, как мне кайфово, вот это внутреннее состояние, знаете, оно такое богатое, такое вот тогда, когда ты обращен к самому, к себе, когда у тебя есть коннект со своей душой, со своей интуицией, потому что медитация – это прокачка вашей интуиции, интуиция – это номер один инструмент всех успешных и богатых людей, и если вы хотите быть богатым, успешным, счастливым, вам нужно коннектиться со своей интуицией, со своей душой, это можно назвать по-разному, внутренним ребенком, со своим потоком, со своим сердцем, неважно, самим собой, потому что все фоновые звуки – это фоновые звуки, которые говорят, ну куда ты пошел, да какие медитации, да все блогерами хотят стать, что-то еще, да похрен, похрен, когда у тебя произойдет коннект, я вам обещаю, что вы будете жить счастливую жизнь, это однозначно, по-другому никак, и все ответы, которые вы ищете у специалистов, они придут изнутри, и если самое главное, да, вы будете действовать от того, что там внутри сказано, вы 100% получите вот новый уровень в своей жизни, поехали дальше. Сейчас я вам расскажу про те практики, которые я делаю утром, потому что смотрит моя аудитория, и я хочу, чтобы вы, даже если это будет пятый день, десятый, пятнадцатый, пожалуйста, заходите в этот челлендж, вы будете дальше продолжать, но я буду вас поддерживать в телеграм-канале, пожалуйста, заходите. И первое условие – это просыпаться за два часа до того момента, как все дома проснутся, да, у меня это, я просыпаюсь в 5.55, ну мне нравятся такие красивые цифры, сажусь в медитацию и выкладываю сторис, это мое подтверждение тому, что, да, Анель, Анель проснулась, неужели Анель проснулась, год не могла просыпаться. Поэтому просыпаемся в 5-6 утра за два часа, за полтора-два часа до того момента, пока все ваши ребята дома шумные не проснутся. Это такой кайф, когда на улице темно, и я медитирую, а когда пишу самопрограммирование, уже святая, думаю, вау, просто вау, это так круто, ради этого стоит просыпаться. Второе – как вы чувствуете? Я чувствую, что я хочу в первую очередь прочитать Суру, Суру из Корана. Поэтому, читая Суру, после этого, как я прочитала Суру, чувствуете, вот мне пишут, Анель, а как правильно? Нет, правильно, нет, правильно и неправильно, есть то, как я чувствую. Если ты хочешь сначала помедитировать, а потом Суру почитать, вообще, no problem, no problem. Поэтому я, читая Суру, я так чувствую. Второе, что я делаю – медитации. У меня трансцендентные медитации, им нужно обучаться. Должен быть проводник, учитель, который вас научит этому, да, у меня на денежном мышлении на курсе, я об этом рассказываю. Но те, кто не в курсе, вы можете выбирать абсолютно любую медитацию, которую захотите, которая тоже откликается, импульс внутренний, да, если вы чувствуете, что хотите просто сидеть в тишине 20 минут, сидите. Если вы чувствуете, что хотите на ютюбе в бесплатном доступе там миллион этих медитаций, выбирайте медитацию. Можете поставить просто фоновый красивый звук. Кстати, у нас в приложении LM есть медитация, и кто-то, пока еще мы не объявили, ссылку не дали, но кто-то уже скачивает. И сегодня я вижу, как пробуждение разума, медитацию девчонки слушали, оно прям действует очень глубоко. И как вы это сделали, как вы это нашли, ребят? Буквально один-два дня, я думаю, нам App Store, iOS, в общем, одобрит обновление. В Google Play уже есть приложение наше. Вот, поехали дальше. Медитируйте. Я сижу 20 минут просто в тишине, повторяя мантру, медитирую. Дальше я пишу самопрограммирование. Ребят, это такой кайф, когда ты пишешь. Так, мой дневник я не взяла с собой. Дневник самопрограммирования я прописываю так. Например, первое, что я пишу, ну, чаще это для меня сейчас это очень важно. Я миллиардер. Я абсолютно здорова. Я богатая женщина. Я счастливая женщина. Мой вес 51 килограмм. Сейчас у меня 49. Мой вес 51 килограмм. И я прописываю все, что для меня важно. То, что я очень хочу. У меня синяя галочка в Инстаграм. Это мое самопрограммирование. Я пишу и заполняю столько, сколько откликается. Тоже я могу посидеть, например, 10 минут написать. Могу полчаса сидеть, потому что вот прям в поток у меня идет, и мне хочется писать, писать, писать. Поэтому купите еще красивую тетрадь самопрограммирования, чтобы это был красивый такой дневник. И вам хотелось туда написать свой новый сценарий жизни. Сходите, купите, поищите. У меня эта черная тетрадь с желтенькими страницами. Я прям ее обожаю. Каждый раз покупаю одну и ту же тетрадь. Дальше. Аффирмации. Сейчас я расскажу вообще, почему аффирмации. Потому что для меня раньше казалось, когда я не была преподавателем денежного мышления, что аффирмация это чушь собачья. Ну типа я что, встану перед зеркалом, буду говорить, я такая красивая, я красивая. И что я стану красивая? Не, а нихрена я не стану красивой, нужно там себя в порядок привести. Я глубоко ошибалась. Вы набор программ. Мы все это набор определенных программ. От родителей, с семьи, от школы, окружения, учителей, бабушек, дедушек, кто еще есть, социум. Просто это набор программ. Вы где-то когда-то слышали, что чтобы работать, чтобы заработать, нужно много работать. Вы где-то это слышали. И программу эту забрали себе. И до сих пор так думаете. На самом деле нет. Кстати, у нас есть урок, легкие деньги называется. Но все думают, типа какие легкие деньги? Я вам отвечаю. Есть легкие деньги. Вот, поэтому аффирмации повторять это убирать чужие программы. Убирать со своей головы чужие программы, которые мне мешают жить. И создавать свои. Что значит, когда вы повторяете аффирмации, например, я миллиардер. Тело такое, типа, нет. Оно начинает как-то, знаете, съеживаться. Я могла бы сказать, я миллиардер. Типа, мне смешно. Мне даже смешно, понимаете? Когда вы смеетесь, вы себя предаете, потому что вы в это не верите. А нужно в это поверить. Поэтому мы повторяем аффирмации вслух. Я миллиардер. Я миллионер. А я еще говорила сегодня, у меня красивая точеная фигура. Я ее доведу до такого состояния. У меня пятеро детей, кстати. Несмотря на это, у меня будет просто фигура. И сейчас хорошо, но будет супер отлично. Старшему моему 19 лет. И я не знаю, у меня такая любовь и страсть к жизни. И мой большой страх – это прожить никчемную жизнь. Поэтому это не про меня. И когда вы повторяете эти аффирмации, они превращаются в веру. Со временем вы начинаете в это верить. А когда вы начинаете в это верить, это все притягивается. Понимаете? Это все притягивается просто. Классно же? Классно. Поэтому, дорогие мои, повторяйте аффирмации. Прямо вслух. Дальше. Визуализация. Для чего визуализация? Сейчас вам все по полочкам разложу, и вы стопроцентно поймете. Для того, чтобы понимать, чего я хочу. И какой я там, который уже добился всего. Который богатый, счастливый, здоровый. Когда вы визуализируете, вы представляете, как это происходит. Сегодня я визуализировала. Вчера я представляла, что отвожу своего ребенка в сад. Какая у меня машина. Я вот прям была в этом красивом теле. Думаю, вау, супер. Я почувствовала, какая я там в точке Б спокойная. Какая я счастливая. У меня там, безусловно, любовь ко всем людям. Я всех уважаю, всех люблю. Каждый человек для меня великий. И там Анель, она такая же. Я просто закрываю глаза и представляю, какая она. Вот я вхожу в ее тело, хожу и думаю, боже мой, она села в машину, она включила музыку. Она такая спокойная, она улыбается своим детям. Она доброжелательна, она щедрая. И вы знаете, что я поняла? Я сейчас расплачусь. Вот для чего визуализация, потому что ты представляешь, какой ты там. И я поняла. Я сегодня тоже в телеграм это рассказывала. Я поняла, что я такая же и сейчас. Я сейчас люблю людей, безусловно. Раньше нет. Раньше я прокачивала своих родителей, прощала их там. Пока сама не нашла методы, как принять своих родителей. Не прощать, мы не Бог. Мы не берем функционал Бога на себя. Мы не прощаем, мы просто принимаем людей. И у меня есть курс принятия родителей. Просто результаты огонь. Огонь результаты. Как одна ученица говорит, Анель, 10 дней курса меня бомбит. Откуда во мне эта безусловная любовь ко всем? И вы знаете, так, о чем я говорила? Мысль потеряла. Вот. И это Анель, которая там, я уже здесь есть. И я понимаю, насколько это уже ко мне близко. Но вы должны понять, какой вы там в точке B прочувствовать визуализации, чтобы понять, о чем она думает, о чем он думает, я о чем думаю там, в точке B. Какие решения принимаю, чем я занимаюсь. Там Анель занимается спортом. Сейчас не занимаюсь. Там Анель поет. Сейчас я начала заниматься вокалом. Хотя я была всегда стопроцентно уверена, что у меня вообще грамма голоса нет. Даже какой-то грамм, что я без талантища. А сейчас у меня раскрывается голос. Я этому безумно рада. И в итоге, чем еще Анель занимается там? Какие решения принимает? А что она сделала, чтобы дойти туда, в эту точку B? И я знаю, вы это прочувствуете. Какой вы там и какие решения принимаете? И чем вы занимаетесь? И знаете, что нужно сделать? Вот эту точку B перенести сюда. И начать уже заниматься тем, что занимается этот прекрасный, просто безумно красивый, секси-человек. Вот в чем фишка визуализации. Вы создаете в голове новые нейронные связи, новые нейронные цепи, новый мозг. Вот эти нейроны, когда вы визуализируете, они каждый день укрепляются, укрепляются, укрепляются. И такая, знаете, толстая, как корень дерева. Это ваша нейронная связь, ваша богатая, счастливая, красивая, здоровая, фееричная, очень содержательная жизнь. Perfect. Следующее. Сегодня у меня был инсайт, я об этом хотела бы рассказать своим ребятам, кто идет со мной в челлендж. Визуализации я сегодня представляла уже дом свой красивый. И вы знаете, я не могла толком представить, потому что я не знаю, чего я хочу оказывать. Какой я дом хочу, расположение комнат, я не знаю. И я поняла. Ребят, чтобы знать, какой дом вы хотите, какую машину вы хотите, вы должны увидеть. Дети, я вот, честно говоря, я купила себе машину в прошлом году. Я вообще за год выросла X-33. И я думала, а какую машину я хочу после этой машины. Ничего не хочу. Вот нет такой машины, которая... Вау. Так вот, я увидела машину, новый геленвагентка. Вау, какая она красивая, вживую. Вау, я ее хочу. Понимаете, когда вы не видите, вы не знаете, хотите вы этого или нет. Но когда вы это видите, узнаете, что такое есть, у вас появляются ваши хотелки. Поэтому прежде чем визуализировать дом, посмотрите, какие есть сейчас варианты, какие сейчас современные красивые квартиры, дома, какое расположение комнат, что можно сделать интересное. И все, что я сегодня представляла, это примерно то, что было в моей голове. Где-то я это уже видела. И я думаю, ну надо же, нужно все-таки освежить, посмотреть что-то новое, интересное. И уже есть над чем визуализировать. Это очень важно. Пожалуйста, визуализируйте. Создаются новые нейронные связи. Все в итоге, все остальное притягивается. Следующий шаг. Это я вот делаю приседания. Так как у меня проблемы с позвоночником, и пока врач мне не разрешает делать тяжелые нагрузки, я лайтово приседаю, чтобы хоть как-то у меня кислород пошел по моему телу. У вас вы можете делать по-разному. Кто-то йогой занимается, может кто-то приседать, может выйти на улицу прогуляться. Это вообще такой кайф. Бег. То, что чувствуете, нет, правильно, неправильно, как вы уже знаете. Вот то, что чувствуете, откликается, откуда импульс, то и делаете. Все. Дальше. Это уже завершающее и очень важное. Потому что все, что вы будете делать с утра, медитировать, самопрограммировать, аффирмации, это все грош, цена этому, если вы не переведете это в действие. То есть мне в медитации сегодня пришло, что я должна отписать для вас видео, все четко разъяснить, рассказать. И я это делаю. Понимаете? Мне пришло в медитации. Или, я не знаю, это не во время медитации, когда вы ходили, что-то вот пришло, и вы это делаете. Значит, сегодня я даже расписала вот YouTube-видео, там доступ кому-то дать, в общем, все свои дела расписала, рилс, и в итоге я это сделала. И вот это самый кайф, когда ты не просто самопрограммируешь свою жизнь, когда ты параллельно, одновременно делаешь и то, и другое. Когда ты самопрограммируешь себя на новую жизнь, прописываешь новый сценарий, проговариваешь это, ты это представляешь, забираешь то состояние сюда. И второе, ты делаешь это на уровне, на физическом уровне, по-настоящему, потому что мы живем в материальном мире. И здесь нужно делать. И когда у вас будет вот этот коннект со своей интуицией, со своей душой, со своим сердцем, вы поймете, в чем ваше предназначение. Вы поймете, какие шаги вам нужно делать, именно вам. Вы перестанете опираться на других людей, потому что внутри будет стержень. Просто такая будет внутренняя опора, и вам никто не нужен будет. Никто. Потому что вам и так хорошо. Научитесь тому, чтобы вам было отлично самим собой, чтобы вы кайфовали от себя. Вы знаете, сегодня ехала после вокала, и думаю, а почему родители вмешиваются в жизнь? Ну, не только про родителей, абсолютно про любого человека, он начинает лезть в твою жизнь, потому что ему неинтересна. Его жизнь, она пресная, она какашка. И он начинает лезть к тебе. Вот, может, вы к кому-то лезете с советами, вы же умный, вы же лучше знаете, как нужно жить маме, что у папы жизнь не удалась, или мужу подсказываете, да, жену там кто-то пинает. У меня был знакомый, кто пинал жену, покупал ей курсы. И когда человек лезет в чью-то жизнь, значит, его жизнь, она неинтересна. Поэтому займитесь своей жизнью, чтобы не влезать в чужие. И проживайте жизнь на своем месте. Но выпускники сейчас мои секут, о чем речь идет. Жить на своем месте, это получать все, что вы хотите. И деньги, и счастье, и самореализацию. Но когда вы начинаете кого-то учить, пренебрегать, раздражаться на кого-то, обсуждать, то вы встаете на место их родителей и получаете чужую жизнь. Вот, все, что я хотела рассказать, дорогие мои, вот так нужно проводить свое утро для себя. И если вы прокачаете себя, вы выведете себя на новый уровень, ваши дети даже подтянутся, потому что когда один человек встает на свое место, его окружение автоматически, все уже встают на свои места. Вот, присоединяйтесь к нашему челленджу 30-дневному. Пусть это будет 5, 7, 10, 30 день. Присоединяйтесь. В любом случае я буду вас поддерживать. Условия. А, кстати, тот, кто дойдет 30 дней до конца, я дарю ВИП-тариф денежного мышления ЛМ. ЛМ, ВИП-тариф. Это все уроки в доступе. Вы о деньгах узнаете все. Вымышление просто бомба будет у вас. Взрыв мозга, разрыв шаблонов, как часто про меня говорят Аннелли, это просто разрыв шаблонов. Это бомба. Ну, еще, конечно же, мое личное участие в вашей жизни. Представляете, я буду вместе с вами работать. Поэтому проходите утром, выкладывайте сториз, отмечайте время Инстаграм, потому что так вы никого не обманете. медитируйте, самопрограммируйте, отмечайте меня, потому что мы прям, ребята все пишут. 30-дневный челлендж с Аннель, а-ля Аскар, отмечайте. Собачка, Аннель, нижний прочерк, а-ля Аскар. Если вы дослушали до этого момента, вы крутые. Из 100% успеха добиваются буквально 3-5%. Остальные 95, 95, они спят, я хотела сказать, спят. Пусть спят. Высыпайтесь. Мы никому не имеем, знаете, такого отношения, типа, а я утром рано просыпаюсь, а я медитирую, я осознанно. Нет. Со всеми все окей. Хорошо? Если вы разрешаете другим быть окей, значит, вы разрешаете себе быть таким, каким вы хотите. Всех люблю. И у вас все получится.